Добрый вечер, уважаемые зрители, говорит и показывает Полевской. Ближайший час мы проведем вместе с вами в прямом эфире. Телефон нашей студии 35171. Звоните. А начнем нашу программу с дайджеста новостей. Ситуация с COVID-19 постепенно улучшается. В настоящее время идет снижение числа заболевших как коронавирусом, так и ОРВИ. Об этом сегодня рассказал главный врач Полевской центральной городской больницы Сергей Алферов. Полтора-два месяца назад в красную зону Полевской ЦГБ обращалось около 200 пациентов ежедневно. Сейчас эта цифра едва достигает 50. Напомним, что в красную зону направляются все пациенты, которые имеют повышенную температуру тела. На дому мы наблюдали таких больных температурящих с явлениями ОРВИ, больных с новой коронавирусной инфекцией. До тысячи человек бывали дни. То есть сейчас наблюдается порядка 300 человек. Поэтому вот огромная нагрузка была на всех медицинских работников. Это и те, кто работал в красной зоне, 200 человек принять – это достаточно трудоемко. И те, кто обслуживал пациентов на дому. Сергей Алферов отметил, что снижение связано с тем, что значительно вырос процент привитых полевчан – до 37%. В настоящее время очередей на вакцинацию в поликлинике нет. Есть возможность поставить прививку в торговом центре «Полермо» теперь и в будние дни – с 16 до 20 часов. В наличии спутник ВИ и спутник ЛАЙТ. Последние используются только для ревакцинации. С наступлением холодов значительно увеличилось число пожаров. Сотрудники МЧС связывают это с нарушением правил эксплуатации печного отопления и электроприборов. Статистика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года неблагоприятная. На территории Полевского городского округа на сегодняшний день уже произошло очень много пожаров. Их количество составляет 81. По сравнению с прошлым годом обстановка очень ухудшилась. В прошлом году на сегодняшний день уже состояло 67, в этом 81. В основном пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Очень много пожаров произошли в коллективных садах. В основном горят в бане и садовые дома. Стоит также отметить, что в соответствии со статьей 20.4 часть 1 КОАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. За прошедшие выходные в Свердловской области в результате 33 дорожно-транспортных происшествий погибли 5 человек. Еще 49 получили травмы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Осадки в виде снега, а также неправильные действия водителей в сложившихся погодных условиях спровоцировали всплеск дорожных аварий. Причинами большего числа этих ДТП стали несоответствие скорости дорожным условиям, опасные и необдуманные маневры на заснеженных дорогах. Прошедшие снегопады показали, что до настоящего времени требования по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении зимнего содержания автодорог регионального значения не исполняются. И произошедшие ДТП в очередной раз свидетельствуют о неудовлетворительной организации работы по зимнему содержанию со стороны владельцев автомобильных дорог и улично-дорожной сети области. Только за прошедшие выходные по фактам неудовлетворительного содержания автодорог Госавтоинспекции Свердловской области в адрес владельцев улично-дорожной сети и подрядных организаций выдано более 200 предписаний к административной ответственности по статье 12.34 КОАП РФ привлечено 4 лица. Кроме этого, ряд ДТП, особенно с тяжкими последствиями, совершен нетрезвыми водителями и водителями, не имеющими права управления. Но вместе с тем, за прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД пресечено более 150 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также 130 фактов водителями, не имеющими права управления, ранее лишенными или никогда не получившими водительских удостоверений. Сегодня в течение дня к нам поступают сообщения от горожан о том, что по квартирам ходят неизвестные люди, проверяют напряжение электропроводки. Внимание, это могут быть мошенники, так как в электроснабжающих организациях Полевского отрицают информацию о проведении поквартирных обходов. Полиция напоминает, что не стоит допускать в квартиру представителей сомнительных компаний. Специалисты просят предупредить об этом прежде всего пожилых родственников. Новый год – это подарки. Команда Дворца культуры Северского трубного завода уже готовит их для своих посетителей. Они открывают настоящую школу волшебников. Стать им может любой желающий, независимо от возраста и профессии. Цель проекта – раскрыть в людях новые эмоции, создать предновогоднее настроение, раскрепостить и подарить настоящую сказку. Для тех, кто решится стать Дедом Морозом в течение декабря, предлагается пройти уроки актерского мастерства и риторики. Им расскажут об истории и традициях проведения новогодних праздников. Поработают с настоящим морозным дыханием. Как известно у новогодних персонажей – зычные голоса. Опытные стилисты Дворца культуры помогут наложить настоящий грим, научат игротанцам. И тогда популярность на семейных торжествах и новогодних корпоративах вам обеспечена. Не обойдется и без новинок в индустрии развлечений. Только в этой школе вас научат делать современные новогодние игрушки, шить мешки для подарков, мастерить колпаки Дедов Морозов различных стран. Мастера помогут сделать авторские открытки, необыкновенные конверты и предложат создать свою уникальную книгу новогодних сказок. А на десерт – инновации и чудеса, уроки, цветомагии и ледографики. Подать заявку на участие в школе Деда Мороза можно до 1 декабря по телефону 354-42-354-41. Торопитесь, участие бесплатное, а количество мест ограничено. Теперь переходим к теме нашей программы. А говорить мы сегодня будем о рынке труда. Какой он в Полевском, уровень безработицы и много ли актуальных вакансий. Сегодня в нашей студии два представителя Полевского центра занятости, директор Ирина Михайловна Глызина и начальник отдела содействия занятости Сергей Викторович Курашов. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Также сегодня в нашей студии специалист по социальной работе отдела реализации социальных программ Северского трубного завода Татьяна Геннадьевна Чернышева. Здравствуйте. Добрый вечер. Ирина Михайловна, расскажите, как сегодня устроен рынок труда в Полевском? Ну, устройство-то рынка не поменялось, так скажем. Ситуация на рынке меняется, рынок труда – это всегда живой организм. Он очень чувствительно реагирует на происходящее в экономике процессы, но и не только в экономике, а вообще в жизни общества, что показала у нас как раз вот эта коронавирусная пандемия, когда вот это началось и как менялся рынок. На сегодня у нас уже ситуация стабилизировалась. Если взять на сегодняшний день, мы имеем на учете 196 человек безработных граждан при наличии 713 вакансий. Работодатели испытывают острую потребность в людях. Уровень безработицы в Полевском городском округе составляет 0,6, при том, что по области уровень безработицы, вот именно на сегодняшний день я говорю, составляет 1,2. Вот у нас в два раза в Полевском ниже, чем средние по области по Стролупской. И что хотелось бы еще отметить, то, что мы получаем ежеквартальное, ежемесячное сведение об общей безработице, которая рассчитывается органами государственной статистики по методологии МОД, Международной организации труда, да. Вот общая безработица на 1 октября в Полевском составляла 858 человек. Это 858 человек из экономически активного трудоспособного населения. У нас по расчетам органов статистики находятся без работы. Из этих 858 196 у нас официально зарегистрированы. Ну, разницу тут несложно вычернить, да, порядка 600 с небольшим, значит, ну, где-то сидят по домам, либо работают, значит, на неформальном рынке труда. Вот. Ситуация такова, что в очередной раз у нас работодатели стенают, дайте нам работников. А с чем связано? Вы сказали, 700 вакансий и там 100 с чем-то всего лишь соискателей. Около 200, да. Ну, вот с чем связано? Я вот сколько лет работаю в центре занятости, никогда на рынке труда не наблюдается золотой середины. Вот, значит, я работаю порядка 18 лет. Вот за эти 18 лет я ни разу не сталкивалась, чтобы вот встали на какую-то золотую середину, да. Всегда у нас идет, либо у нас безработных много, работодатели не нуждаются в рабочей силе, либо, значит, у нас нет людей, а работодателям нужны люди, у нас море вакансий. Вот он всегда такой волнообразный рынок. Вот. Ну, здесь, с одной стороны, можно порадоваться за предприятия, раз им требуются рабочие руки, значит, предприятия развиваются, значит, объемы у них есть, спрос на их услуги, на их продукцию есть, ну, а то, что людей у нас, допустим, если бы у нас было, вот эти, взять 858 по общей безработице и 731 вакансия, да, мы бы могли ровненько закрыть, и в поисковом безработице нет. Вот. А здесь вот получается, что так не происходит, во-первых, вот эта диспропорция между спросом и предложением, она тоже вот на протяжении всех моих 18 лет работы прослеживается, но сейчас она, на мой взгляд, усугубилась еще больше, эта диспропорция, что спрос у предприятий на одних специалистов, а мы в наличии имеем других. Ну и вот то, что разница, да, 196 человек у нас, общие 858, значит, на мой взгляд, вот эта разница, они работают на неофициальном, на черном, скажем, рынке, да, с неоформленными отношениями, вот. То есть зарплату в конверте, да, имеется в виду, получают? Да, вообще без оформления трудовых отношений. Да, даже так. Работают, да. И у нас же, поскольку Екатеринбург так к нам приближен, и он наступает в нашу сторону, да, мы видим, вот как там бизнес-парк развивается, очень большой отток идет туда людей. И все мы с вами ездим по трассе, по Левской Екатеринбург, и мы видим, что утром в ту сторону, в эту сторону, что вечером. Вот эта вот маятниковая миграция ежедневная, все-таки Екатеринбург у нас оттягивает вот этих специалистов, которые нам нужны. Люди ездят туда, ездят туда. Почему? Ну, потому что более привлекательные заработные платы. Понятно, в Екатеринбурге они, значит, по сравнению с нашими, они повыше. Вот. И работодателям Екатеринбурга интересно привлекать из таких близлежащих периферийных городов людей, потому что им можно платить меньше, чем жителям Екатеринбурга. Но это ровно, вот знаете, цепная реакция. Значит, наши едут там с Екатеринбург, из Челябинска, из регионов. Все стремятся попасть на работу в Санкт-Петербург, значит, в Москву, вот в центральные города. Москвичи и санкт-петербуржцы, они уже, значит, давно, кто конкурентно способный, имеют, значит, возможность, они работают на зарубежный рынок, они выходят туда. Они не хотят работать, их не устраивают те заработные платы, которые платит работодатель Москвы или Санкт-Петербурга. Это пусть лимита работает за такие деньги. Вот. И, соответственно, значит, с периферийных городов тоже стремятся в областной центр, что там побольше заработная плата. И никто ведь такой глубокий анализ не проводит, если посчитать вот эти вот затраты. На перемещение. Да, на перемещение. Если это ежедневная маятниковая миграция, это тот же бензин. Те же затраты, значит, на обед. Видите, в Екатеринбурге-то покушать дороже стоит, чем в Польском, допустим, да? Да, значит, если это вахтовым методом, что применяют сейчас, причем работодатели заявляют в вакансию, они уже пишут в графике, где режим работы, любой по договоренности и перечисляют в скобках, там, значит, либо 12 часов, там, 2 через 2, либо, значит, пятидневка с двумя выходными, либо вахта, они согласны на любые условия, лишь бы получить работника. Вот, если человек едет вахтой, ну, здесь, значит, расходы на проживание, ну, опять же, надо отметить, что вот в последнее время очень многие, да, вот Сергей Викторович подтвердит, очень многие работодатели не нашего города предлагают, прямо пишут, жилье предоставляется бесплатно, жилье предоставляется где-то в виде общежития, где-то в виде квартир. В общем-то, условия создаются за пределами города, и для кого они привлекательные, значит, это в основном молодое население, пока они не устанут ездить, они будут ездить. Да, ситуация к сегодня, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, такова. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители, пишите нам в WhatsApp по номеру 8-912-240-15-11, с удовольствием ответим на ваши вопросы. У нас есть уже одно сообщение, вот Ольга прислала, «Добрый день, вечер в нашем случае. Смотрю вашу программу, вакансий много, потому что бездельников много. Детей в школах не приучают к труду, растят из них белоручек. Вот раньше и на полях работали, макулатуру и металлолом собирали». Как бы прокомментировали. Думаю, всем можем теперь на эту тему подискутировать. Мы буквально перед началом эфира говорили ровно на эту же тему. У нас была дискуссия, в которой мы все пришли к выводу, что нам очень не хватает трудового воспитания именно у детей, именно в школьном возрасте. Да и в дошкольном тоже, если честно. Вот нас приучали к труду, действительно, Ольга права в этом. Нас учили именно трудовому воспитанию. Ходили мы и на поля, и дежурили мы по школе, и мыли свои кабинеты, и ремонтами мы занимались, и УПК у нас было, где мы получали какую-то профессию. Кто-то две успел получить за четыре года обучения, там, УПК. И это было как-то совершенно спокойно, совершенно свободно. Кроме того, у многих из нас были, если не родители жили в частном доме, где мы трудом занимались, то дедушки и бабушки, к которым нас отправляли на лето. И это не считалось использованием детского труда, как это сейчас преподносится. Это же на законодательном уровне запретили. Нам вот сейчас, допустим, чтобы подискутировать по этому вопросу, в какой-то мере не хватало бы представителей управления образованием. Да, они более в этом компетентны. Это же расценивается как дискриминация детского труда. А то, что это трудовая адаптация, по большому счету, это трудовая адаптация. Если говорить про бездельников, это то, что прозвучало. Ну, а есть ли бездельники, они, наверное, всегда были, просто, может быть, сейчас их стало больше и меньше. У вас есть какая-то статистика? Много ли к вам обращаются несовершеннолетних с желанием трудоустроиться либо какую-то подработку себе найти? Нет. Ребятки, они обращаются в каникулы. Вот, не совсем это просто. Мы ведь сейчас говорим про ту трудовую адаптацию, которая была просто как обязанность, да? Вот это дежурство по школе. Для всех. Вымыть свой класс для всех. Это не было нарушением каких-то прав детей. А ведь то, как мы работаем, это ведь идет в рамках трудового законодательства, официальное трудоустройство. Да, за денежки дети готовы поработать, но в этом ключе не всегда готов работодатель. Это ведь очень хлопотно. Дети-то сейчас какие? Они же любознательные, они же везде, значит, свой нос суют. Это же надо глаза да глазоньки, чтобы он, не дай бог, куда-то не попал, не травмировался, ничего не натворил. Но отдать должное нашим работодателям все равно. Значит, ребяток принимают, ребятки работают. Если мы, значит, вот прошлый год у нас был тяжелый, 20-й, да, мы вот в прошлом году трудоустроили подростков всего 185 человек. То в этом году у нас 23 работодателя принимали участие в занятости подростков. Мы трудоустроили 287 человек. И причем, значит, не только в летнее время у нас ребята работают и в свободное от учебы время. Ну, здесь, конечно, критически мало таких вакансий, но есть вот у четырех работодателей у нас отработали 18 подростков именно в свободное от учебы время. И сейчас работают. И это, думаю, еще на декабрь, может быть, возьмут. Вот это вот прямо хотелось бы назвать. Это у нас индивидуальный предприниматель Карпова. Это у нас Полевской металлофурнитурный завод. Это, значит, ООО «День и ночь». И 18-я школа. Ну, 18-я школа, вот я сколько работаю, они периодически, да, вот своим учащимся, находящимся в сложной жизненной ситуации, предоставляют такую возможность, потому что всегда есть, значит, у них там работают то уборщиками помещений, то уборщиками территорий, ведь у них в свободное от учебы время это два часа и не более того. И они вот предоставляют возможность, если есть такие вот учащиеся, подзаработать, как бы поддержать свою семью. Вот у них в свободное от учебы время два человека отработали. Вот это вот уже с начала учебного года они к нам обратились, вот тут у них работали ребята. В принципе, при желании, как бы можно, да, хлопотно, но реально, вот можно. А мы-то просто начали говорить-то вот про трудовую адаптацию, которая вот именно, что она была на пользу общества, как говорится. Ну, то есть, грубо говоря, ребенок, он уже с детства работал, понимал, что такое труд, да? Для него это была норма, вот, это была норма. Вот это самое главное, чтобы было норма, это было не что-то особенное, за которое тебе обязаны заплатить, а что ты работаешь, ты работаешь, и это нормально. Сейчас такого уже... Ну, ведь у нас так и называлось отработка, летняя отработка. Плюс к этому хотелось бы отдать должное, мы совершенно летние в этом году у нас по сравнению с прошлым годом более активные такие стали, не приходилось никого искать, то есть, они в близости со мной, то есть, мое дело не приходит, несовершеннолетние, прямо как у нас с апреля началась эта акция, и у нас прямо несовершеннолетние приходят, приходят, все хотят трудиться, все всегда спрашивают, какие есть вакансии свободные, нам даже иногда приходилось заводить дополнительные журналы, куда мы этих несовершеннолетних переписывали, и вот в этом году прямо активизировались у нас несовершеннолетние, и мы прямо трудно поработали. Не надо их было разыткивать, им вот все объясняют, что вот тогда-то вы должны подойти вот для того-то, тогда-то для того-то, если мы раньше сидели на прозвоне и напоминали, здесь они все четко как-то вот, ну, подрастающее поколение уже более адекватно. Есть толковая молодежь, не будем уж совсем их сегодня ругать, у нас есть один телефонный звонок, давайте выслушаем человека, пожалуйста, представляйтесь, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня зовут Татьяна. Здравствуйте. У меня ребенок сейчас учится в восьмом классе, и ему уже пора определиться с профессией. А вот какую профессию выбрать, чтобы она в дальнейшем была востребована? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, Ирина Михайловна нам на него ответит. Какие вакансии сейчас вообще актуальны, и как выбрать ту самую профессию? Нет, вот вы понимаете, начать надо не с того, какие вакансии актуальны, а нужно обратиться в Центр занятости за получением государственной услуги по профессиональной ориентации. Это можно сделать как электронным, при помощи электронного обращения, через интерактивный портал службы занятости. Ну, как правило, ребятки приходят сами, что профконсультант у нас один, она посмотрит, определится, со временем назначит день и время, когда ребенку удобно. Сейчас же учебный процесс идет. У нас очень хорошие программы тестирования, которые исключают абсолютно субъективное мнение самого профконсультанта. Достаточно они такие емкие. Ребенок ответит на вопросы, которые ему будет предлагать программа, и программа даст свое заключение. И уже вот исходя из того, какие заложены ему природой таланты и возможности, и уже к этому добавить востребованность рынка труда. Тем более, что рынок труда настолько в последнее время быстро меняется, что ребенок еще в восьмом классе. К тому моменту, когда он завершит обучение, если опираться чисто на рынок, эта профессия уже может быть невостребованной. Поэтому начать надо с профориентационного тестирования. И лучше, раз он в восьмом классе, подойти с мамой, потому что нам все равно нужно будет согласие законного представителя, чтобы ребенок прошел такое тестирование. Поэтому, пожалуйста, приходите. Мы открыты, мы не закрыты. Значит, при наличии маски, при наличии QR-кода, как и везде. Ну, с соблюдением всем. Для мамы, да. Для мамы или для папы, кто придет сопровождение. Пожалуйста, проблем никаких нет. Ну, тема профессии, я думаю, мы ответили на вопрос Татьяны. Ждем в центре занятости. Вообще, тема выбора профессии, она достаточно актуальна. И вот специальности, они какие-то сегодня популярны, как вот раньше все учились на юристов, экономистов. Сейчас эти профессии уже не столько востребованы, хотя, безусловно, тоже имеют свой вес на рынке. Я предлагаю нашим телезрителям включиться в наше голосование и по специальностям как раз поговорить. Работаете ли вы по специальности? Вот такой вопрос у нас сегодня в эфире звучит. Если да, то звоните по телефону 351-01. Если работаете не по профессии, то 351-11. Если вовсе не работаете, звоните по телефону 351-33. Но в конце мы подведем обязательный итог. Так, ну мы продолжаем. Все же, Ирина Михайловна, какие профессии сейчас актуальны? В продолжение вот этого нашего разговора я могу сказать то, что из тех вакансий у нас более 3500. За 11 месяцев заявлено вакансий. Около 60% это вакансии по рабочим специальностям. А 40% это все-таки вакансии уже специалистов, значит, инженерно-технического персонала. И у нас 99% заявленных вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума. Даже я не говорю про МРОД, а прожиточный минимум у нас выше прожиточного. И если мы берем из 498 наименований и профессий, которые были вот в этом году нам заявлены, по 347 у нас спрос неудовлетворительный на рабочую силу. 122 вакансии, наименования вакансий, имеют избыточное предложение. И только по 29 вариантам совпадение с простое предложение. Но есть тенденция к росту. Если в предыдущие годы мы вот такой анализ постоянно ведем, у нас было 6 совпадений, потом 8, потом 12. Вот не в 20-м, а в 19-м году было 12 только. Но сейчас у нас прогресс уже 29. Но если будем называть, то вот кто больше всего требовался в этом году, чаще заявлялся? Буфетчик, бухгалтер. Появились бухгалтеры. Было в свое время перенасыщение на рынке. Сейчас стали опять появляться бухгалтеры. Старая гвардия стала уходить на заслуженный отдых. Не секретно, что среди работников бухгалтерии были возрастные люди. Ну да, поработали они уже. Все равно есть у каждого человека свои ресурсы. Стали появляться востребованности на бухгалтеров. Водители автомобиля, причем любого, и легковых в том числе, и с прицепом различных категорий, Б, С, Д, Е, так скажем, водители погрузчика. Но эта профессия у нас вообще на протяжении последних 5-6 лет. Очень востребованная. При всем при том, что мы обучаем в год не по одной группе. Через курсовую у нас проходит подготовку. И они все хорошо трудоустраиваются. Потому что и у нас на предприятиях стали активно использовать этот транспорт. И они требуются. Но, естественно, вот эта развивающаяся логистика, вот эти складские терминалы, туда требуются как непосредственно водители погрузчика, так и комплектовщики. Они называются комплектовщики, но с наличием права управления погрузчиками. Они вот на этих огромных складах работают на вот этих погрузчиках везде. Они там разные есть. Электрические, какие Сергей Викторович еще там. Ну, неважно. Мы вот учим разные. Потом, ну, воспитатели, это традиционно давно опять у нас, последние, наверное, года 3, одно время было у нас запишье. Сейчас опять требуется, как воспитатель, так и младший воспитатель, газорезчик, инженер, кондитер. Значит, про медицинские я даже не буду перечислять. У нас все медицинские востребованы они и раньше были. Вот, в последнее время достаточно востребовано стал оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок. Это тоже о чем говорит на предприятиях, происходят процессы модернизации, автоматизация. Вот, требуются такие специалисты. Пекарь, повар, резчик металла на ножницах и прессах, тесторемонтник, токарь, электрогазосварщик, электромонтер. Ну, это вот сколько я работаю, 18 лет. Не было ни одного года, чтобы не требовались электрогазосварщики и электромонтеры. Мы их тоже по курсовой подготовке в свое время учили, 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 учили. Они, значит, где-то здесь трудоустраиваются, опыт нарабатывают и уезжают за пределы города, работают вахтовым методом, потому что это по всей России востребовано. Мы же вот видим, к нам же приходится других регионов, из северных, и это всюду. И вы понимаете, вот потребность одинаковая. Токари, фрезеровщики, значит, электросварщики, как ручной сварки, так на полуавтоматах, электромонтеры, электромеханики. Вот это вот повалено во всех регионах. Вот спрос на одни и те же профессии. И кого мы у себя имеем? Вот если брать тех, кто, значит, имели какую-то профессию, либо, значит, опыт работы, и у нас занесено это в базу данных, да, как их профессиональные качества и навыки. Это администратор, это бухгалтер, это как раз вот одно из совпадений, да, спроса и предложения. Это кассир торгового зала, менеджер, специалист. Ну, специалисты различных категорий у нас сейчас во всех же государственных учреждениях, как принято, называют специалистами. Должности идут по штатному расписанию, они к нам приходят, что он уволен там в должности специалиста, соответственно, и мы его заносим на специалист там в разный, но в основном специалисты, и на предприятиях сейчас тоже стали называть специалистом такого-то отдела или такой-то службы. Вот. И все. Ну, а остальные вот это в основном значит те люди, которые имеют образование 9-11 классов и не имеют никакого профессионального образования, никакого даже курсовой подготовки, ну, в лучшем случае, если записи трудовой книжки, которая подтверждает, что он в качестве того или иного работал значит по профессии, ну, требования работодателей все-таки при той потребности острой в людях сейчас все равно требования не снижают. Если мы смотрим требования в вакансиях, заявляется, значит, и к образованию не ниже среднего, профессионального, в том числе начального, и к опыту работы, значит, год как минимум все равно хотят видеть. Ну, действительно, каждый же работодатель хочет, чтобы к нему человек пришел и работал. Ну, квалифицированный. Так уж тут квалифицированный это больше, но тут, чтобы он хотя бы понятие имело, профессии. И поэтому вот такие люди, вот такая прослойка у нас сейчас есть, и она, с одной стороны, ну, наша боль, наверное, если те, кто получили образование 11 классов, мы хотя бы им предлагаем, и если они хотят, имеют желание, они могут пройти курсовую подготовку по нашему направлению. И вот он работал руками, запись у него есть, трудовую, у него нет документа. Работодателю отправляем без документа, они пишут, не соответствует профессионально-квалификационным требованиям. Все, отказывают. Значит, ему надо получить документ. То те, кто в свое время отучились, там, закончили 8 классов, либо там в последствии стало это 9, да, то по закону об образовании, по нашим требованиям, мы их на курсовую подготовку, сами они за свой счет могут пойти. Я вот, наверное, зря тут сослалась на закон об образовании. Вот, за свой счет платно они сами могут пойти. Мы за счет государственных средств не можем их направить с 9 классами. И они теперь... То есть 11 нужно, да? Да, как минимум 11. И они оказались в той ситуации, что когда-то по каким-то причинам, вот они закончили школу, вырвались из этих школьных чертогов, почувствовали свободу и полетели. А сейчас наступило время, когда они осознали, и они к нам обращаются, а мы не можем им достойной какой-то работы, мы им предлагаем всю неквалифицированную работу, потому что у них элементарно нет профессии. Даже если неквалифицированную работу даже взять некоторых подсобников, подсобных рабочих, у них и у тех нужны корочки стропольщика, удостоверение стропольщика. Сейчас везде нужно образовать. Даже простым подсобным рабочим иногда невозможно пойти к гражданину ко мне, потому что граждане обращаются и говорят дайте мне какого-нибудь хотя бы подсобника либо грузчика, а мы не можем им предложить, потому что даже у подсобника и у грузчика требуется достойная стропольщика. То есть либо трудоустраивайся, либо иди где-то на черный рынок. Ну, получается так. У нас пишут люди в WhatsApp, еще есть один телефонный звонок, тогда давайте примем звонок, а потом уже почитаем сообщение и пообщаемся на эти темы. Пожалуйста, представляйтесь, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы слушаем вас, задавайте вопрос. Алло. Наверное, нас не слышно. Алло. Мы вас слышим, говорите. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемая студия, у меня вот есть такой вопрос, как бы, ну, немножко в бочку меда ложку дегтя. Говорите, говорите, мы слушаем, готовы к ложке дегтя. Возможно, я не права. Я бы хотела спросить, вот на сегодняшний день у нас очень, ну, такая вот тяжелая ситуация, но есть возможность у службы занятости обустроить ребят, которые могут за своими бабушками, которые могут ухаживать, которым свыше 80 лет. есть государственная программа, им добавляют, ну, допустим, там полторы тысячи рублей, там, ну, может быть, там, две тысячи рублей, но даже те же внуки, не то, что из-за денег, но это хоть какая-то минимальная поддержка, но это нигде не афишируется. Спасибо за ваш вопрос, я думаю, мы поняли. когда мы столкнулись, например, чтобы помочь бывшему учителю, который уже 85 лет, она находит учеников, фамилии не буду говорить, все делается очень сложно. Так эта программа существует или она какая-то закрытая? по уходу за родственниками, за представлениями. Спасибо за ваш вопрос, я так понимаю, да, когда ухаживаешь за родственниками, какие-то есть программы. Вы понимаете, если в отношении службы занятости, вот, я первый раз такое слышу, может быть, здесь как-то человек не совсем сориентировался, вот, я могу по какому моменту сказать, да, на школьников оформляют уход за престарелыми родственниками, это разрешается, но если они, например, летом трудоустраиваются, они не могут получать одновременно, потому что это и доплату, про которую полторы тысячи звучало, это пенсионный фонд оформляет, это оформляется через пенсионный фонд, не через службу занятости, вот, и если они трудоустраиваются на летний период, они должны в добровольном порядке заявить об этом пенсионному фонду на них, на это время, пока они трудятся, эта доплата снимается, потом они отработали, они же временно работают там, кто-то месяц, кто-то два, и они могут снова заявиться и снова получать от пенсионного, потому что, если они будут работать и получать эту заплату, это будет как незаконное получение социальных выплат, вот это нельзя, я вот так могу это прокомментировать, вот, а то, что говорится через службу занятости программа, ну, по уходу за родственниками, ну, понимаете, может быть, это и можно реализовать, но кто-то должен выступить в качестве работодателя, потому что все программы службы занятости, они идут в рамках трудового законодательства, в рамках заключения трудового договора, кто по уходу за бабушкой будет трудовой договор заключать, я, скорее всего, думаю, здесь два понятия спутали, пенсионный фонд и служба занятости, и причем вот в этом пенсионном, я, может быть, не совсем корректно сказала за пожилыми родственниками, там можно за любым гражданином, он не обязательно должен быть твоим родственником, соседка там, значит, вот, как говорят, пожилая учительница, в пенсионном форме можно в фонде оформить вот это, и эта доплата, причем, она приходит не тому человеку, это может быть любой человек, самое главное, чтобы он был не работающий, не обязательно школьник, и зачастую вот студенты оформляют такую на студентов там, на детей доплату, значит, старшие школьники, вот, она приходит вот этому пожилому гражданину, за которым на которого оформлен уход вместе с пенсией, и он уже по своему усмотрению может рассчитаться с тем, кто за ним ухаживает, может не рассчитаться, если это родственные отношения, может там у них свои взаиморасчеты, но вот по нашей линии ничего подобного нет точно. Ну, я думаю, исчерпывающе ответили нашему телезрителю еще один вопрос, задают уже в WhatsApp, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему раньше люди стремились на Северский трубный завод, а сейчас молодежь и прочие считают, что это низшая степень, что если не поступишь в институт в Екатеринбург, то пойдешь на завод, ну, то есть, говорится о том, что пугают уже заводом, это почему так происходит? Ну, да, раньше нас пугали дворниками, или что, на мусорке работать будем, да, нам такое говорили, сейчас, видимо, заводом пугают, видимо, настолько страшно самим родителям, но я не знаю, как еще это можно объяснить, потому что на самом деле, может быть, таким образом пытаются детей заставить учиться, чтобы они сдавали на более высокие оценки свои экзамены, свои контрольные получше писали, чтобы их от гаджетов каким-то образом оторвать, и страшилку какую-то им придумали. присутствует среди родителей, сама не единожды слышала, особенно как раз вот среди родителей, кто прямо вот на рабочих-рабочих местах работает, такое мнение, что я сам всю жизнь отпахал на заводе, я не хочу, чтобы мои дети горбатились, я хочу, чтобы мои дети переросли меня, вот, вот присутствует, кто вот на тяжелых каких-то работах работал, видимо, есть такое мнение, это вот в рамках профориентации, как-то у нас была тоже дискуссия с родителями, встреча, и вот высказывались такие мнения, вот я сам отработал на заводе, всю жизнь отпахал, я не хочу, чтобы мои дети работали, вот скорее всего, такие родители детей и пугают заводом, что будешь вот как я всю жизнь на заводе работать. Ну, завод сейчас уже меняется, завод уже равно не такой страшный, как действительно было раньше, были такие профессии, что прям страшно-страшно, они, конечно, и сейчас существуют, но они оплачиваются соответственно, что если тяжелый труд, он оплачивается более серьезно, а в принципе рабочие специальности нормальная профессия, я работала на рабочих специальностях, у меня две рабочие специальности, оператор поста управления, машинист крана, и вполне себе, и родители моей рабочей специальности, так что я могу вам сказать, что катастрофы никакой нет. И я могу поделиться, я начинала, пока я училась в техникуме, я работала уборщицей, я ездила каждый день из Екатеринбурга, и по вечерам мыла трансагентство, а значит, закончив техникум, я работала, у меня даже есть разряд токаря, я начинала токарем на машиностроительном заводе. Вот наш пример, потом работала весовщиком в Т2. Вот тоже, опять же, Северский трубный завод. Вы на самом деле давно уже реализуете проект «Точку опоры», который позволяет детям побывать на предприятиях, в том числе и на Северском трубном заводе, и этот проект, он живет и по сей день, а я вот сейчас хотел бы предложить, вспомнить, как он зарождался, детей показать, которые побывали на предприятии, и, наверное, лично увидеть и дети-то скажут, как им там, понравилось или нет. Давайте запустим ролик по точке опоры, а потом обсудим. Я участница проекта «Точка опоры», меня зовут Устинова Алена, я учусь в седьмом классе четвертой школы и приглашаю вас со мной на реалити-шоу. Я сейчас нахожусь в отделении восстановительного лечения поликлиники ЛОД Северского трубного завода, и я хочу вам рассказать про профессию медсестры. Здравствуйте, меня зовут Карлиенко Полина, я учусь в седьмом классе школы номер 14, участница проекта «Точка опоры». Сегодня я буду осваивать профессию «Станочник широкого профиля». Мы находимся в самом начале производства, здесь находится вклад по нарезке заготовок. Здравствуйте, меня зовут Вишнева Анастасия, я ученица девятого класса школы номер 14. Уже третий год подряд я участвую в проекте «Точка опоры» благотворительного фонда «Синара». Я написала сочинение про спарщика, но эта профессия слишком мужская, и поэтому мне предложили познакомиться с профессией воспитатель детского сада. Сейчас мы находимся в детском саду номер 49. Моя освоение в профессии началось с ясельной группы и закончилась подготовительной. Здравствуйте, я Ксения Мельникова, ученица девятого Б-класса, и я участвую в телевизионном проекте «Точка опоры» и хочу рассказать о профессии лаборанта химического анализа. Сейчас я нахожусь на территории Северского трубного завода, и мое первое задание — это измерить метеопараметры, такие как давление воздуха, температура и скорость. Проект «Точка опоры» помог мне полностью погрузиться в профессию медсестры. Надеюсь, поможет и вам. Вывод, который я сделала сегодня, побывав везде на Северском трубном заводе, то, что здесь работают не только суровые металлурги, но и обычные лаборанты девушки, и всем найдете свое место, если вы настроились активно на эту профессию. Во время освоения профессии воспитатель я поняла, что эта профессия очень сложная, но очень интересная, и мне понравилось работать с детьми, и поэтому я хочу стать детским доктором. Такой проект посмотрели архивные кадры. Татьяна Геннадьевна, существует этот проект и сейчас? Расскажите, что там новенького происходит? Проект существует, проект живет, несмотря на коронавирусные наши все ограничения. Естественно, у нас самые большие сложности с посещением предприятий, не можем мы деток пока пустить на территорию завода, чтобы их не позаражать всех. Ожидаем, что этот вопрос решится. А так, да, у нас в этом году победили, вот в сезоне 20-21 года победили три школы. Впервые они у нас стали победителями. Первое место заняла школа 13, и второе, третье, это 20-я школа и полдневская. Вот два последних года у нас села побеждают. В прошлом сезоне у нас и мрамор был в победителях, в этом году полдневая. В этом году мы надеемся, пальчики держим скрещенными, все-таки, что у нас все удастся. Вот эти школы победительницы по пять человек по команде от своей школы плюс педагог отправим мы их на квест, куда съедутся все победители со всех территорий, где точка опоры присутствует. Это уже много людей, и они поедут в город Сочи, в пансионат Бургас. И там на протяжении пяти дней с ними будет работать наша любимая команда школы успешного абитуриента, это ребята из Урфу. Они им сделают квест, прям настоящий квест, профориентационный, будут огромное количество заданий, которые дети будут выполнять, их будут и психологи тестировать, и у них общие будут какие-то мероприятия. Очень интересно проходит, их туда всех привозят и перемешивают между собой. Ребята оказываются не в команде со своими одноклассниками или с ребятами из своего города, а их перемешивают и они знакомятся друг с другом, как в Артеке буквально. У нас проходил такой квест несколько лет, самый первый квест у нас прошел в городке Солнце, потом мы несколько лет ездили на Таватуй, в 19-м году мы уже побывали в Бургасе в Сочи, 20-й год нас подкосило и мы никуда не съездили, а в этом году вот мы ожидаем, что у нас не в осенних каникулах, а в зимних каникулах ребята поедут. И это еще один подарок победителям Точки Опоры, кроме денежных призов для школ, которые участвовали и победили, школы получают подарки на оборудование классов, где дети получают профессию в руки. Технологии? Да. Кабинеты технологии, физики, химии, лаборатории всякие разные. Вот одна из участниц здесь Точки Опоры показывали девочку, лаборант химанализа была их школа, получили свой грант, и они приобрели оборудование именно для химической лаборатории. Они выходили, замеряли у нас уровень загрязнения реки часовой, брали пробы почвы, у них очень интересно все это проходит. Татьяна Геннадьевна, расскажите об этом проекте, сколько человек через него прошло за столько лет его существования, и какие-нибудь самые яркие примеры, когда дети определились со своей профессией и уже следуют к этой мечте? Проект у нас в 2013 году начался, мы очень горды тем, что точка опора родилась именно на Полевской земле, потом ее благотворительный фонд Синара поддержал, оно развелось дальше, начали мы Средовскую область захватывать, а потом и дальше в другие регионы ушли, сейчас нас уже много, у нас практически на каждом предприятии ТМК есть такие, даже группа Синара к нам присоединились, Синара транспортные машины с нами работают, в общем живет проект, каждый год в нашем, вот только в нашем, в Полевском около 500 детей через наш проект проходит, это включая все этапы, этапов у нас много, там у нас и сочинения, и рисунки, и живые уроки, и видеоролики они сейчас у нас снимают, и вот в таких вот видео дети принимают участие, и итоговые у них интеллектуальные игра проводится, а насчет того, что дети профессию свою нашли, ну возможно они не каждый из них выберет профессию рабочую, но мы на этом и не зацикливаемся, мы даже не акцентируем внимание, что вот мы как завод вас учим рабочим профессиям, значит вы должны пойти работать на завод, нет, у нас нет такой задачи, наша задача, чтобы дети поняли, что работать это нормально, что это хорошо, что вы получаете профессию в руки, и где бы вы ни работали, если вы поддерживаете свой полевской, свою семью, и вы находите себя в жизни, это очень хорошо, мы в этом заинтересованы, а вот следим ли мы за детьми, конечно, мы следим, у нас есть ребята, которые принимают участие из сезона в сезон, некоторые некоторые из этих ребят, которые участвуют и в нашей проекте точка опоры получают призы попечительского совета, мы их видим еще и на награждении, очень приятно, когда ребята поднимаются на сцену, получать такую серьезную награду из рук директора нашего предприятия, Василиса Фомич, замечательная девочка, я до сих пор помню два ее сочинения прекрасные, одно из сочинений было о веб-дизайне, она получила билет в профессию веб-дизайнера и она создавала сайт попечительского совета нашего Полевского городского округа, это вот была Василиса Фомич. Ну, будущее, я думаю, в принципе, за такими специальностями, а тут получается, девочка уже в школе сделала реальный сайт для реальной организации, то есть, вот, результат налицо. Хочется, вот как раз, раз уж у нас зашла тема про веб-сайт и спросить, сейчас же центр занятости также работает дистанционно и через сайт также взаимодействует. Сергей Викторович, наверное, расскажет, как это сейчас реализовано, как людям вообще обратиться в центр занятости, как подать заявление. Да, центр занятости сейчас продолжает прием заявлений в электронном виде, помимо этого личный прием у нас все же есть, то есть, личный прием у нас никто не отменял, если что касается технологии подачи заявлений, то для подачи заявлений первое, необходимо подтвержденная учетная запись госуслуг. Заявление у нас подается через два источника, первый источник это портал государственных и муниципальных услуг, госуслуги, и второй источник это портал работы в России, то есть, через два этих источника может гражданин зайти дома, используя учетную запись госуслуг и подать заявление. Далее процедура проходит таким образом, что данные заявления поступают к нам, специалисты эти заявления обрабатывают и гражданину прошу отметить, что на портал работы в России отправляет уведомление о том, когда гражданину необходимо прийти для подбора подходящей работы, то есть, процедура подбора подходящей работы у нас еще осталась лично. Мы гражданам подбираем работу, когда они пришли к нам и выдаем направление на соответствующие вакансии. Также при консультации граждан мы рассказываем им, как подать правильно заявление, если они к нам обращаются, через какой портал это лучше сделать. Судя по тому опыту и как люди подают заявление, в большей степени это у нас идет портал работы в России. Почему? На портале работы в России реализована возможность подачи резюме. То есть, гражданин, когда создал свое заявление, он на этом портале сможет параллельно создать резюме и прикрепить к заявлению. И тогда и нашим специалистам легче осуществлять подбор подходящей работы, когда мы знаем уже, что гражданин хочет для себя и какую профессию, по какой профессии он хочет работать. И в дальнейшем специалисту легче работать с гражданином в плане подбора подходящей работы. Это два основных портала и два основных по всей России, я бы сказал, источника, где может гражданин подать заявление в электронном виде. А скажите, помощь при оформлении резюме как-то оказывают специалисты центра занятости? Может быть, какие-то дополнительные услуги, консультации, как пройти собеседование, еще что-то, такие моменты? Как составить резюме, с этим у нас работает наш профконсультант. Можно обратиться, тоже есть, у нее у нас есть услуга, она поможет составить резюме, но в бумажном виде, которое потом человек сможет заполнить, либо скан-образ подгрузить на портале работа в России. Да, мы оказываем, у нас есть даже памятки, разного формата, разного различного содержания, где прописано. С чего начать, чем закончить, как правильно, еще ведь есть там тонкости особые в резюме, что, допустим, где ты прописываешь свой опыт работы, надо начинать не с первого, а как раз с последнего места работы и как бы назад туда. И что там берутся, если ты много мест работы поменял, там берется последние, например, 10. Но если ты считаешь значимым, ты можешь, конечно, все, но только что там дочитывать не будет. А резюме это является одной из важнейших составляющих при подаче заявления, потому что сейчас же служба занятости проходит модернизацию, у нас все меняется, у нас внесены значительные в этом году изменения в закон о занятости, которые начнут работать с января 22 года. С января 22 года мы перестанем работать в рамках временных правил. Мы два года 20-21 год работали в рамках временных правил регистрации. Это было выпущено постановлением правительства Российской Федерации именно на период пандемии. Они у нас до 31 декабря этого года действуют. Там мы будем чисто в рамках закона. И этот портал «Работа в России» в каком виде он сейчас есть. Сейчас его уже называют, но и в законе это уже он звучит как единая цифровая платформа рынка труда и социально-трудовых отношений. Вот так вот. И она преобразована. У нас сейчас есть тестовые версии, мы их сейчас отрабатываем. Я что хочу сказать, что с января 22 года если будет не подгружено резюме, заявление отправляться не будет. И сейчас оно уходит без резюме. Вот и Сергей Викторович правильно отметил, гражданам хотелось бы на заметку, что как только они отправили, неважно, с госуслуг они отправили или напрямую с работы в России, у них на портале «Работа России» сформировался личный кабинет. И мы с ними общаемся посредством этого личного кабинета. Мы можем это заявление, когда проверяет специалист, отправить на доработку, там что-то в комментарии мы пишем, что нужно добавить или что нужно откорректировать. Это у нас называется процесс модерации, вот не прошло заявление, поэтому как только вы отправили заявление, нужно в ежедневном режиме, лучше 2-3 раза в день зайти и посмотреть, что с вашим заявлением происходит. А у нас происходит как на деле. Человек звонит и спрашивает, а я вот там две недели назад заявление отправлял, а что там с моим заявлением. Означили мне пособие уже. Да, а ему уже отказали давным-давно, потому что с его заявлением поработали, либо значит ему отправили и назначили явку для подбора подходящей работы, он не явился в соответствии с законом, в соответствии с временными правилами, если человек не явился в 10-ти дневный срок до признания в Центр занятости для подбора подходящей работы, это является основанием для отказа признания его безработным. А сколько сейчас пособие по безработице составляет, раз уж у нас зашел вопрос? Ну вот, смотрите, пособие по безработице у нас ведь назначается различным категориям гражданам в различном размере, да? Вот те граждане, которые до момента обращения в службу занятости работали не менее 12 месяцев, у них формируется 26 недель трудового стажа. Если есть 26 недель трудового стажа при обращении к нам, даже вот не стаж сейчас называется трудовых взаимоотношений, вот это, может, стаж было не совсем корректно, потом привели в соответствие, трудовые взаимоотношения это запись трудовой книжки, дата приема, дата увольнения, да? Вот, если есть, набирается, это может быть 3-4 места работы, но в последние 12 месяцев предшествующие обращения в службу занятости, то таким гражданам назначается пособие от размера среднего заработка. И вот опять же эта модернизация службы занятости принесла такое новшество нам. Теперь мы не запрашиваем справки у людей, это только в каких-то спорных случаях, нам эти данные, сам портал «Работа в России» запрашивает пенсионного фонда и когда мы выгружаем заявление гражданина, там уже прицеплены данные о его стаже с пенсионного фонда, данные о заработке, за которые отчитался работодатель в пенсионный фонд. И мы вот, исходя из тех данных, которые имеются, мы, значит, определяем, есть порядок, утвержденный тоже правительством Российской Федерации, как мы этим пользуемся. Мы с 22 года практически совсем будем уходить от справок за исключением отдельных случаев, когда там у человека нету трех месяцев, за которые мы можем исчислить, но это тонкости уже. В общем, вот у человека есть 26 недель, берется средний заработок, да, пособие назначается ему на 6 месяцев, первые 3 месяца он получает 75% от этого заработка, но не выше максимального размера пособия. На сегодня размер максимального пособия у нас 13 949 рублей 50 копеек. В последующие три месяца, как я сказала, на 6 месяцев пособие назначается, в последующие три месяца он получает 5000. Вот. Я думаю, конкретные цифры. А если нет этих 26 недель меньше, да, то существует минимальный размер пособия. Это 1750 рублей, который назначается на три месяца. И человек три месяца получает вот это минимальное. но есть другие категории такие граждане, как граждане, относящиеся к предпенсионному возрасту, то им назначается пособие на 12 месяцев. На 12 они получают его уже от среднего тоже заработка, но если у них также есть 26 недель, у кого предпенсионников нет 26 недель, им точно так же 1750 на три месяца. А те получают 12 месяцев, там 75, потом 60, да, Сергей Викторович, и 45 процентов. Вот так вот. Ну, у нас так незаметно уже пролетел целый час нашего прямого эфира. Время подводить итоги нашего голосования. Если мы посмотрим на цифры, то по специальности работает 44 процента проголосовавших. Не по специальности 33, 22 процента не работают. Давайте короткий итог и будем заканчивать. Как бы прокомментировали данную ситуацию? Вот именно по голосованию? Да, вот именно так. Ну, вообще-то результат этого голосования радует. Те, кто приняли участие, слушали наши эфиры, приняли участие в вопросе, если брать, как анализируются, да, все соцопросы, срез какой-то берется граждан, то основная эта масса все-таки работает по профессии, по специальности, по выбранной. А 22 процентам мы готовы предложить прийти к нам и мы найдем для них работу. Да, работа есть, вакансии есть, всегда найдем и поможем. Да и на Северском трудном заводе, мне кажется, тоже вакансии достаточно. Да, А я тогда прокомментирую, что работаю не по профессии. Ну, даже если вы получили не ту профессию, это не приговор. Вы найдете себя в своей работе. Да, абсолютно. На этой ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний прямой эфир. спасибо уважаемым телезрителям за то, что смотрели, уважаемым гостям за то, что нашли время прийти и подискутировать, ответить на самые актуальные вопросы. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok